Друзья, привет! Этот выпуск своего видеоблога я решил посвятить пяти ошибкам, которые юристы допускают в своей устной или письменной речи. Я выбрал пять терминов, которые юристы иногда употребляют неправильно, и я хочу рассказать о том, почему это неправильно и как говорить правильно. Итак, поехали! Первый термин, первое слово — это слово «арбитраж». Зачастую и в устной речи, и в письменной речи мы употребляем слово «арбитраж» для того, чтобы обозначить им государственный арбитражный суд. Ну, например, иногда я читаю в фейсбуке «Друзья, я поехал в арбитраж». Когда, во сколько будешь на Тульской, вот во столько-то. Неправильно, потому что «арбитраж» — это термин, который употребляется исключительно для обозначения частного института, способного разрешать частноправовые споры. То есть, это термин, аналог, синоним русского выражения «третейский суд». Да, действительно, в названии арбитражных судов есть прилагательный арбитражный, но это не более чем дань исторической традиции, дань тем органам, органам государственного арбитража, из которых были созданы когда-то в 92-м году арбитражные суды. И что забавно, государственный арбитраж к арбитражу имеет намного больше отношения, чем нынешние государственные арбитражные суды. Государственный арбитраж в СССР — это были не суды, это были органы, которые решали споры между государственными же предприятиями. То есть, это был внеюрисдикционный способ урегулирования конфликтов вне суда, вне государственного суда. И поэтому те советские арбитражи, может быть, действительно, это арбитражи, а современные государственные арбитражные суды, конечно же, таковыми не являются. Меня особенно раздражает то, что с легкой руки каких-то, видимо, юристов, которые в, может быть, 90-х, в нулевых годах готовили заключение для английских судов обозначения арбитраж, арбитраж-код закрепилась за государственными арбитражными российскими судами в английском юридическом языке. И английские же суды, когда они хотят рассказать что-то о решении или о каком-то как институте, о государственном российском арбитражном суде, они употребляют этот термин арбитраж-код. Это ужасно, стыдно, но уже, видимо, ничего не поделать. Номер два. Это слово договор, точнее то, как его иногда используют во множественном числе договора. Это, конечно же, неправильно. Я не буду здесь, наверное, первооткрывателем. Конечно же, старайтесь следить за своей речью, не говорите договора. А так может сказать обыватель. Это какое-то просторечное, но профессиональный юрист так говорить не должен. Я дам вам очень легкий способ, как запомнить правильную форму, множественное число для слова договор. Слово договор склоняется так же, как слово помидор. Вы никогда не скажете помидора. Вы скажете помидоры. Точно так же договор. Следите за речью, пожалуйста. Пусть слово договор будет то, что отличает юристов от обывателей, от людей не нашей профессии. Третье выражение, которое я хотел бы прокомментировать, это выражение добросовестный приобретатель в ситуации, когда мы описываем кого-то, кто купил заложенную вещь, и при этом он не знал, что вещь находится в залоге. И вот зачастую юристы, описывая положение, правовое положение такого лица, говорят, он добросовестный приобретатель автомобиля, например. Я купил автомобиль, перед этим я посмотрел в реестре залоговых уведомлений, не увидел там зарегистрированного залога, а потом выяснил, что все-таки залог есть, потому что он был создан до 1 июля 2014 года, то есть до реформы залогового права. Так вот, так говорить неправильно. Тот, кто добросовестно приобрел автомобиль, думаю, что он не заложен, а он оказался в залоге, он не является добросовестным приобретателем в том смысле, в каком это выражение используют статья 302 ГК. Статья 302 ГК говорит о том, что добросовестный приобретатель это тот, кто купил от несобственника. Я купил движимую вещь, а потом выяснил, что мне ее продал арендатор, незаконно продал, собственник дал вещь в аренду, и арендатор продал мне. Вот я добросовестный приобретатель в том смысле, что я купил от несобственника, отчуждатель, продавец не мог мне передать собственность, и приходит настоящий собственник и пытается мне истребовать имущество. Вот тогда мы обсуждаем 302 и добросовестного приобретателя. В случае с залогом я купил автомобиль от собственника. Это обычная купли-продажа, это нормальная, действительная купли-продажа. Я обычный покупатель по договору купли-продажи. Не приобретатель в смысле 302, а покупатель по договору купли-продажи. Поэтому, если уж и говорить правильно, описывать кто такой, ты добросовестный покупатель заложенной вещи. Вот это будет корректно. Четвертое выражение, которое употребляется неправильно юристами зачастую, это выражение гражданский брак. Наверное, набило оскомину, но меня трясет каждый раз, когда я слышу, особенно в речи юристов, обозначение словом, выражением гражданский брак, факты сожительства. Сожительство – это совместное проживание мужчины и женщины без заключения официального брака. Конечно же, гражданским браком не является. Гражданский брак – это противопоставление церковному браку, который был в Российской империи. И вот как раз гражданский брак не прожил правых последствий, потому что церковное освящение уз брачных было обязательно для того, чтобы возникала семья в смысле действовавшего тогда законодательства. И вот в противопоставлении церковному браку существовал брак гражданский. У нас в нашем случае, наши те браки, которые мы заключаем и регистрируем в ЗАГСах, это и есть гражданские браки. То есть гражданскому браку противопоставляется сожительство или конкубинат, как он назывался в римском праве. Что такое сожительство с правовой точки зрения – очень интересный вопрос и очень сложный вопрос. Навскидку я был бы готов сказать, что это что-то похоже на простое товарищество, и имущество, которое приобретается сожительствующими людьми – это то, что находится у них в общей долевой собственности. Но с этим надо разбираться отдельно, и так навскидку я не готов давать такие пространные комментарии по поводу правовой природы сожительства. Но тем не менее, конечно же, это гражданским браком не является. И, наконец, пятое выражение, которое, наверное, меня раздражает больше всего, когда я слышу его от некоторых коллег, это такое высказывание. «В России нет прецедентного права». Причем еще забавно, что некоторые употребляют слово «прецедентное неправильное» и говорят «прецедентное право». Это тем более вдвойне ошибка. Действительно, в России нет прецедентного права, но люди, когда так говорят, они имеют в виду совсем другое. Они имеют в виду, что, по их мнению, в России правовые позиции судов не обязательно для кого-то, кроме сторон спора. Например, если суд, допустим, Верховный суд или Конституционный суд, Высший арбитражный суд в каком-то деле сформулировал какую-то правовую позицию, то в другом похожем деле, когда ты апеллируешь к этой позиции, вот можно часто услышать, особенно от судей, «Чего вы нам тыкаете вот этой вашей практикой?» В России непрецедентное право, что не знаете. Когда я слышу это, мне очень хочется сказать людям, которые так говорят, «Вы так говорите, потому что вы просто не знаете, что такое прецедентное право». Прецедентное право – это когда законов вообще нет, и право, правовые предписания, правовые нормы, они создаются судами в решениях, создаются доктрины, учения, и вот из сотен, из тысяч прецедентов, которые уточняют, развивают какие-то воззрения своих предшественников, складывается вот корпус правил, свод правовых предписаний. Вот что такое прецедентное право. В этом смысле, конечно, сейчас нет ни одной страны, в которой мы бы могли сказать, что действует только прецедентное право. Даже в Англии, родине прецедентного права, есть обширнейшие статуты, они, законы, они огромные по своему содержанию, очень сложные по тексту. То же самое в Штатах. В США законотворчество очень активное, и тексты законодательных актов американских, они очень объемные, даже больше, чем среднестатистический федеральный закон в Российской Федерации. То, о чем мы говорим, когда мы ссылаемся на правовые позиции, это не апелляция к тому, что в России якобы прецедентное право. Это апелляция к тому, что правовые позиции высших судов должны быть обязательно для других судов, которые рассматривают аналогичные дела. С точки зрения принципа правовой определенности, правовой предсказуемости, с точки зрения правового принципа равенства. Конституционный суд когда-то, когда он анализировал идею о том, что арбитражные суды должны быть связаны правовыми позициями высшего арбитражного суда, он как раз нашел в Российской Конституции обоснование для такого подхода. Он сказал, что если двое лиц одинаковых находятся в одинаковых ситуациях, правовых ситуациях, то, конечно, им надо воздавать одинаково. Равным в равных ситуациях должно воздаваться по-равному. Это одна из основополагающих идей справедливости. Поэтому, когда вы слышите от очередного большого начальника, или вы слышите такое огрызание от судьи, что, мол, не тычьте мне своей практикой, в России непрецедентное право, просто имейте в виду, что люди, которые так говорят, они просто не знают, что такое прецедентное право. Итак, спасибо за внимание. Мы разобрали пять неправильных терминов, пять неправильных выражений, которые используют юристы в своей речи. Старайтесь не делать этих ошибок, следите за собой. Увидимся в моем блоге. Пока.